Друзья, всем привет! Дождливый, пасмурный апрельсинский день в Нижнем Новгороде. Поступил запрос от нашей юной подписчицы, 10-летней, которая очень любит шить, показать наши ткани. Мы не смогли отказать ребенку, но я думаю, это актуально не только ребенкам, но и взрослым тетям и дядям. Да, Дим-Дим? С вами неугомонные просины. На фоне дождя мы как-то так слегка угомоненные. Повторюсь, мы находимся в океане Нижнего Новгорода, в отделе тканей. Единственный минус, ребят, я хотела показать вам ткани на просвет, чтобы было понимание плотности. Но, вот так. Увы, я сделать этого не смогу. Объясню, почему. Все ткани сшиты в два слоя. Поэтому я могу вам показать толщину, примерно сказать страну, известно это тоже не везде. Ну и вот хоть какое-то ощущение вам передать, потому что я знаю, что выбрать ткань, текстиль практически невозможно через экран монитора. Сравнивая наш первый обзор по тканям, когда это было, наверное, два года назад, да? Да, сверху будет. Ассортимент значительно сократился. Ну, раза в три. Очень. А ткани, если раньше были в основном турецкие, сейчас это Пакистан, Индия, Россия, Китай. 400. Плюс ткани, возможно, было использовать в качестве штоп. Были такие интересные расцветки и принты. Ну и сейчас есть принт, да. Ну и сейчас есть, ну, попроще, попроще. И еще, знаешь, какие ткани, Дим, были, которые можно было как постель использовать. Ну ладно, давай, это все лирика. В общем, то, что есть, про то и рассказываем. В текущий момент. Значит, хлопковая ткань, филодендрон, темно-синий. Кстати, ширина у всей ткани метр пятьдесят, длину вы можете отмерить любую, кратную десяти сантиметров. То есть, если вы хотите потестить кусочек ткани 10, 20, 15, ну, 10, 20, 30 и так далее, пожалуйста, вам это отрежут. Мы, когда снимали обзор в офисе, у нас эти кусочки, кстати, до сих пор лежат. Если кому-то надо, можем отдать. Нам не пригодились никуда. Вам и кей отрежут. Ткани, как и цветы, возврату не подлежат. Если вы отрезали, да если до кассы оплатили и, ой, я перепутала, сорян, придется с этим жить. Так, значит, ткань у нас хлопковая, с цветочным орнаментом. Плотность 230 грамм на метр квадратный. Вот такие красивые птицы. Это чехлы на подушку, это обивка стульев, чехлы на стулья, возможно, шторы, потому что, в принципе, плотность... На мертвой пришили повандалить не получится. Плотность позволяет, но это вдвое. То есть, вот она. Следующее. Тоже нет в наличии. Тролл мал. Тролл мал, хлопок, 230 плотность на квадратный метр. Тканька тоже тут аж в два-три слоя. Вот такой вот рисунок. Но вот что мне, например, у этой ткани не очень нравится, за счет вот этого неокрашенного поля, какие-то всевозможные мелкие штучки, ну, как-то так неопрятно выглядят. Дальше тоже нет. Эрмелин. Любимая ткань для детских у дизайнеров. Очень многие, Дим, делают гординные рулонные шторы из этой ткани. Тоже 399 рублей и тоже 230 квадратная плотность, ну, плотность 230. Вот эта тканька уже в наличии есть. Я сейчас ее покажу. Серый-бирюзовый. Энкс мод. Плотность тоже 230. Вот она. Кстати, имейте, пожалуйста, в виду, у многих икеевских тканей есть вот такое белое поле. То есть, ну, ну, как бы, в принципе, на подгиб. Но, тем не менее, вот край. Края не особо сыпятся. Ну, и понимаете, что здесь тоже живые люди, тоже могут обрезать неровно. Сразу хочу порекомендовать вот такие ножницы Си. У Димы мам профессиональная партниха шить умеет все. От трусов до шубы мне вшила в свадебное платье. Ножницы идеальные, со слов свекрови. Лучше она не встречала. Ножницы в Китае. Хороший, плотный металл. Если я не ошибаюсь, они, по-моему, из стали, да. И их очень удобно потом носить в мастерскую, когда нужно заточить. Так, возвращаемся к ткани Энкс Монт. Возможно, даже смогу сказать нет, не скажу. Отодранная этикеточка. Кто они? Чьих кровей будете? Вот, в принципе, как выглядит плотность 230. Ткани одностороночки. Имейте это тоже в виду. Следующее. Нет, сори, я пропустила. Хаквинге. Темно-красный орнамент листья. Вот шторы из этого очень можно спокойно сделать. Тоже хлопок. Плотность не указана, но, судя по ощущениям, примерно одинаковые тоже в этом же диапазоне. Чьих будете тоже неизвестных хвост отодраны. Данная ткань сейчас по Фемоле в распродаже. Всего 200 рублей вместо 400, то есть два раза дешевле. Яркий красный орнамент с такой вот абстракцией. Тоже не указана плотность. Жалко, что плотность все-таки нет. Потому что, ребят, нижний, пожалуйста, поправьте этот косячок. Это не особо удобно хотя бы оценивать с другими тканями. Следующая ткань. Лотали голубой рыбки. 399 рублей. Хлопковая. Я могу ее показать вот здесь. Страну производителя не скажу, тоже отодрана. Кстати, вот, которая перед этим показывала, красненькую. Молабросте. Она у нас из Пакистана. Вот в таких рулонах ткань приходит. Вот эти рыбки. Такие очень нежненькие. Это и подушечки в детскую. Возможно, какая-то обивка, элементы декора. Флажки очень хорошо из икеевской ткани делать. Вот, кто девочки занимается бортиками, красивыми подушечками. Вот, икеевская ткань сюда идеально подходит. Куколки. Куколок шьют из икеевской ткани тоже клиентки. Дальше. Юни-магнолия. Юни-магнолия есть постельное белье. И, в принципе, если вы хотите такой более плотный, просто, либо покрывало, либо дорожку на кровать, части кровати прикрыть, Юни-магнолия сюда идеально подойдет. То есть это будет сочетание именно с постелью. Следующая ткань углемод. 150 белый с бирюзой, хлопок. Ну, тоже практически нигде не стали уже. Похоже, старые этикетки были с хлопностью. Такой вот красивый пальмовый бирюзовый лист. Ткань у нас из Пакистана. И, кстати, даже здесь плотность не указана. Такой вот рулончик. Ну, вот практически они все одинаковые. То есть я их на ощупь трогаю. Они все одной плотностью. Вот это все ткань примерно 230. Даже Юни-магнолия. Юни-магнолия, кстати, сделана в Китае. Так, дальше едем. Тоже пока нет в наличии. Оланд-срод. Хлопковая ткань. Такой вот красивый орнамент. Вот спокойно. Вообще фактически все ткани, которые мы прошли, на текущий момент из всех можно сделать шторы, из всех можно сделать чехлы на подушку и какие-то элементы декора. Дмитрий Юрик сейчас уснет, как я засыпала на плитах. Торгет. Тоже нет. 500 рублей. 230 плотность. Стирать, как хлопок, до 60 градусов. Такой красивый зеленый пальмовый оттенок. Вот это, в принципе, практически все плотные ткани. Сейчас перейдем к ткани потоньше. Здесь будет перемешка. Ткандито продается уже очень давно. Многие девочки берут ткандито на простыни. Хлопок 140 грамм. 299 рублей. Ширина уже 1,40 м. Имейте это в виду. Вот как она выглядит. У нее закрытый край. Если мы говорим про простынь, то его можно уже не оверложить. Айна. Айна есть шторы. Сине-серые шторы есть. Это льны. Полностью льняная ткань. 240 плотность. 100% лен. Очень удобно к своим занавескам сделать какие-то дополнительные элементы по текстилю. Ленда. Тоже есть такие шторы. 399 рублей. Это у нас хлопок. 100%. И точно так же вы можете к своим шторам ленда добавить еще дополнительные какие-то элементы декора. Диты темно-синего цвета. Мусор все. Шурешки будут видны. Диты черные. Дальше плотность опять 240. Это гад камо мил. 150 сантиметров. Темно-серый-белый. С таким вот интересным рисунком. 400 рублей она стоит. В наличии... Да, она есть в небольшом количестве. Скукбрека. 349 рублей. Тоже ширина 1,5 метра. Вы обратили внимание, что фактически все ткани 1,5 метра. Только Дита пока из того, что мы с вами посмотрели, ширина 1,4 метра. Здесь у нас тоже 230 плотность. Так, сейчас посмотрю, где смогу найти производителей. Ленда у нас в Индии сделана. Диты сделана в Индии тоже. Айна серая. Ну, вы уже поняли. Кстати, вот из такой... Sorry, что перепрыгнула. Забыл просто про эту ткань. Металисы. Темно-серый. Очень много делают скатерти из таких. Вот из такой плотности, настольных дорожек. То есть таких вот кухонных аксессуаров. Знаю, что кто-то даже брал и делал полотенце. Дима смотрит, думает, господи, баба, как вам жить-то сложно. Айна серого цвета, те же льны, только светло-сером цвете. Ткань София. Полоску плотная. Варианты есть бежевый, белый еще. Но я что-то ее не вижу. Может быть, сейчас дойдем. Вот она. Такая прям хорошая, плотная. Это может быть скатертью, это может быть чехлом на подушку, может быть занавеской, если вам нравится матрас. А дита в белом цвете самая бюджетная, почти самая бюджетная ткань. Стоит 199 рублей за метр сорок ширины. Ленда в белом цвете. В ресторане IKEA для членов клуба IKEA Family действует специальное предложение. Кусочек шведского шоколадного торта вы можете приобрести со скидкой. Всего за 39 рублей. Ждем вас в нашем ресторане. И желаем приятного аппетита. Радгресс. Одна из новых тканей. Хорошо себя показала, шторы уже шире. Вот это самое бюджетное. Дешевле нет. Это не беленый хлопок, метр пятьдесят бумуль. Берут как основу для куколок Тильда, для зайчиков. В общем, вот когда нужно основание сделать, это натуральный хлопок не окрашенный. Понятно, мнется как зараза. Дальше Айна только в бежевом цвете. И ленда тоже в бежевом цвете. То есть по факту две ткани повторяются, которые есть в шторах. Теперь давай посмотрим, что IKEA мне как покупателю может предложить в плане шитья, декора и вышивки. Значит, занавески можно сделать на люверсах. Здесь уже прямо индивидуально вам рассчитывается. Могут сделать прихваты к шторам. Вот такую вот на строчку. Дальше вот на таких петлях. Причем здесь петля, она как бы двойная. Тут петля, а здесь просто одеть. Сами уже решайте. Вот на таких петлях. Вот на таких петлях. На бантиках. Просто на шторную ленту. И просто отстрочить. Ну и, соответственно, подогнуть. А также есть элементы вышивки. Вот, кстати, из Юни Магноли сделаны чехлы. Из Юни Магноли сделаны абажуры. Тоже интересно смотрится. Из ткани Радгресс сделан чехол на стул. Поэтому здесь фантазия только от вас зависит. На самом деле ткани хорошие и качественные. Единственное, что сейчас их стало маловато. А какие еще есть нюансы? Ну, да, такие штучки интересные, связанные с шитьем ткани. Во-первых, вот такая тесьмасси. Я вообще рекомендую дома иметь всем минимум две упаковочки. Для чего? Это не только шторы. Дим, давай покажем. Краюбки, край брюк, футболки. В общем, любые мелкие ремонтные работы здесь 10 метров за 100 рублей дешевле не найдете. Дешевле, чем в швейных магазинах. Дальше. Гординная тесьма. 3 метра 10 сантиметров. 150 рублей. Мы не будем распаковывать. Выставочник далеко. Смотри, что позволяет. То есть мы берем ткань, либо штору обычную, настрачиваем тесьму. И с помощью тесьмы занавеска превращается в универсальную. За крючок, за потайной крючок, просто на палку. И самое, наверное, любимое. Это фломастеры для рисования на ткани. Это старый вариант. То есть фломастеры остались те же, сменили упаковку. Вот они цвета. И текстиль разрисовали, прогладили, постирали. Все на месте. Ну что, по тканям у меня все. Про эксплуатацию я вам уже сказала. Про то, куда берут в основном наши клиенты, тоже сказала. Хотелось бы получить девочки, в основном, наверное, девочки. Хотя, опять скажу, по гендерному признаку. Мальчики, возможно, тоже применяют. Расскажите, куда и для чего вы используете икеевскую ткань. Не нравится, не нравится. Возможно, у вас есть какой-то отрицательный опыт. Что-то пошло катышками, еще чем-нибудь, и вы скажете, фу, больше не возьму. Поэтому ждем обязательно от вас обратной связи. И делаем стандартные для YouTube действия. Лайк, подписка, либо дизлайк, если вам не понравился обзор. И оставляйте комментарии. И также для тех, кто находится в городе Саранск, хочу напомнить, что находимся мы на Большевицкой 85, офис с одноименным названием ProIkea. Туда всегда можно обратиться за получением консультации от наших менеджеров. И для того, чтобы приехать купить или оформить заказ. Всем пока. Может быть, Оставин. Очень пока. Быстрее.